В Москву приехал президент США Барак Обамы на первый полноценный саммит за 7 лет. И в Вашингтоне, и в Москве очень большое недоверие к другой стороне, очень большой список обид, вопросов и нерешенных элементов. И тот факт, что главный элемент перегоровых, уговоров на их деле, это как раз темы, которые были актуальными и 20-30 лет назад, свидетельствуют о том, настолько глубоко упали отношения между Россией и Америкой со времен войны в Грузии в прошлом году. И для Обамы особая сложность представляет тот факт, что он должен перед американским народом доказать, что он может общаться с российским руководством, он может с ними вести дела, может добиваться важных соглашений, но в то же время, что тем, что он приезжает и общается с ними, что он не оказывает политическую поддержку Кремлю, что он не поддается давлению со стороны Медведева и Путина. Так что получается такая двойственная задача у Обама, и у него визит. Первая часть – это официальные переговоры, которые будут в Кремле, и в основном с Медведевым, которые должны заканчиваться соглашениями. Вторая часть – это большое выступление Обамы перед студентами новой экономической школы, где он будет говорить о том, что хорошо для России, это не обязательно плохо для Америки, и то, что хорошо для Америки, не обязательно плохо для России. И встреча с гражданским обществом, и российская оппозиция, в том числе с Гарием Каспаровым, который для Кремля является анафемой, но для Запада является представителем настоящей оппозиции Кремля. К тому же Обама с Путиным уже обменялись любезностями накануне саммита, когда Обама говорил, что Путин стоит одной ногой в прошлом, а другой в настоящем времени, а Путин быстренько ответил, что в раскорячку не умеет стоять. То есть это как раз показательно того, что для Белого дома очень сложно перезапустить соотношения без того, чтобы дружиться с российским руководством, как это было при Буше, когда была даже несколько притворна вот такая дружба между Бушем и Путиным, который потом мешал Белому дому высказывать критики в отношении Кремля. Кремля.